Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый президент. Меня зовут Фермунский Александр Николаевич, я представляю городскую клиническую больницу имени Иноземства, город Москва. Разрешите представить лентое осложнение энцеотическое для чрезпопулярного вмешательства. Пациентка с 41-го года обратилась к нашу клинику с жалобами на боли верхних отделков живота, пожелтения кожных покровов и склеера. По данным геохимического исследования, уровень билирубина крови составил до 17,2 мкм на литр, тогда как уровень прямой лук рак составил 63,5 мкм на литр. По данным ультразвукового исследования, расширение общего жрустного протока до 10 мм. Данных исследованиях получено не было, однако в лучшем пузыре были отмечены конкременты. На следующий день выполнена энцеотическое ретроградное панклярство лангиографии. Энцеотическое подвелось в интератомии на проводнике 1,5 мм. Экстракция неудких корней общего журстного протока и склентирование журстного протока с трентом 10 френчей 5 см. Трент был установлен в связи с тем, что не было четкой уверенности о полной лентрестрации в связи с крайне низким качеством ретроградное сходение. С ним также, к сожалению, отсутствует. Через один час после вмешательства у пациентки отмечены интенсивные боли в животе. В общем анализе на крови снижение гемоглобина до 69 грамм на литр, так как в биохимии уровень амилаза составил норму. Значит, это консервативная дирогия. И вот по данным компьютерной томографии, под Каслер на право-лево-тургечни визуализируется ретроградное образование размерами 29,74 и 240 мм. Общим объемом приблизительно 75 мм. Преимущественно по диафрагмане ее поверхности. Слово-нарежной полости также определялась кровь. И больной выполнена лапротония через 2 часа после компьютерной томографии. Визуализирован гематом печени с разрывом кашлы и признаками продолжающегося кровоотечения. Выполнено тампонирование печени и тренирование в брусной полости. На следующий день у пациентки отмечено поступление по дренажу из подчиненного пространства 700 мл желчи. И на интернете шингу пункта второго этапа из качества ретроградного решательства. Стрен был удален. Он был инкрустирован в замазкообразной желчи. При другом контрастировании определяется облака экстравозата контрастного существа в проекции сегментарных протоксов в право-лево-тургечни. Установлен инцидент, прошу прощения за плохое качество. Установлен инцидент 8,5 см, 8 см и также заделан назобилиярный дренаж в сегментарных протоксов в право-лево-тургечни. При контрольной холанговой фистолографии через назобилиярный дренаж данность за экстравозатую контрастного существа не обнаружена через 9 дней. Назобилиярный дренаж удален, однако все-таки решили эксперимент раздравить. Общий вид пациентки, она была выставлена из персонара через 12 дней, после вмешательства через 3 месяца их выполнена холестиктами и удален эксперимент общего желчного протока. Таким образом, гематома печени – это крайне редкое осложнение популярного вмешательства, особенно с разрывом капсулы и кровотечением, жестко-счистением свободной вружной полости. Механизм такого осложнения до конца неизвестен, однако по данным литературой мы только так предполагаем, что травма возникает из-за бесконтрольного воздействия проводника, когда мы не видим исцеления его кончиков. Ну и, конечно, ранняя диагностика и мультидисциплинарный подход являются ключевым звеном прогноза выживаемости каких-то центов. Вот я без внимания. Спасибо. Крестное наблюдение. На клинике тоже будет подробное сравнение. Так, пожалуйста, друзья. Евгений 3.3 Людмила Михайловна 3 Томас 5 Юрий Геннадьевич 3.5 4,5 И 2 Вот первая цепь. Такая есть у меня Андрея Евгеньевича. В слезу. Так, пожалуйста, оценка зала. Ну, почему два раза больше у Андрея Евгеньевича поставил. Три Три Пятьдесят Три Нет, три Сторых Восьмик. Так Окончается, да? И общая оценка, пожалуйста. Три Сторых Добрый день. Уважаемую коллегию, члены жюри.